Книга «Открытым оком», том 1, вопрос 544, тема «Взаимоотношения». Можно лезть не зайти к неверующему человеку, идущему к Богу, к его недостаткам или привычкам, прическа, украшения, одежда, или резко отвергнуть это, не так, как баптисты приобретают, разрешая всё, как и прочие сектанты. Может сразу сказать твёрдо обо всём трудном, чтобы поскорее отсеялись, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Ни о каких снисхождениях Церковь Христова никогда не знала. Но уже на подходе, в стадии оглашения, язычники освобождались от всего ненужного. Смотрите житие святого Севастьяна. Как человек, отходящий с этой земли, оставляет всё, что связывало его с землёй, так и человек, обращающийся к Богу, умирает для прежней жизни. И Бог творит в нём всё новое. Такому празелиту, вновь приходящему, необходимо разъяснить подробно верность мирских привычек и всё обосновать на Священном Писании. Целесообразность того, что есть в христианстве. И чтобы он своими руками сжёг все галстуки и помаду и разбил бритвенный прибор. Сжёг все чародейные книги. Диане 19.19. Золотой телец должен быть сожжён и развеян сразу. Исход 32.20. И взял тельца, которого они сделали, и сжёг его в огне, и стёр в прах, и рассыпал по воде, и дал её пить сынам Израилевым. Когда Неемия узнал, что у многих жёны иноземки, и с ними уже прижили детей, он немедленно собрал собрание страны и был устроен всесоюзный, в кавычках, бракоразводный процесс. Как человек, который вырывается из плена, жаждет освободиться от оков навсегда, так и вырывающийся из тьмы заблуждений язычества и атеизма должен желать покончить со всеми вредными и ненужными привычками. Продолжение следует...